В парадных расчетах, личный состав вооруженных сил, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь. На площадь у мемориального комплекса Минс-Город-Герой въезжает кортеж президента Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В составе пешей колонны в параде войск Минского гарнизона принимают участие 20 парадных расчетов. По традиции откроют шествие барабанщики-воспитанники Минского Суворовского училища. Мимо трибун проедут ветераны Великой Отечественной войны. За ними пройдут парадные расчеты с оружием времен Великой Отечественной войны и в военной форме той поры. Великой Отечественной войны. Минского гарнизона для парада построены. Начальник военной академии, генеральный армитурагин. Вольно! Вольно! Равняйся! Верно! Для встречи справа! Накрад! Фу! Начинается объезд войск. Автомобиль министра обороны направляется к парадным расчетам военной академии Республики Беларусь. Товарищ министр обороны! Войска Минского гарнизона для парада вознаменования 60-летия победы советского народа в Великое Отечественное не построены. Командующий парадом генерал-майор Миренцов. Автомобиль министра обороны направляется к парадным расчетам военной академии Республики Беларусь. Военная академия один из ведущих вузов страны. Главная база подготовки офицерских кадров и научного потенциала вооруженных сил Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Поздравляю вас с 60-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! Автомобиль генерал-полковника Леонида Мальцева направляется к парадным расчетам курсантов военной академии. Ура! Поздравляю вас с 60-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Руководитель оборонного ведомства направляется к воинам 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, 86-й бригады связи и департамента железнодорожных войск. Поздравляю вас с 60-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне! Машина министра обороны направляется к парадным расчетам подразделений Государственного комитета пограничных войск, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 60-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! Глава военного ведомства подъезжает к парадным расчетам 38-й, 103-й отдельных мобильных бригад и 5-й отдельной бригады специального назначения. Здравствуйте, товарищи десантники! Здравствуйте, товарищи десантники! Поздравляю вас с 60-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Объезд войск завершается. Министр обороны Республики Беларусь генерал-полковник Леонид Мальцев направляется к центральной трибуне. Всего в составе тешей колонны перед минчанами и гостями столицы пройдет более 2,5 тысяч человек. Свою строевую выучку и слаженность продемонстрирует 20 парадных расчетов сводных рот, каждый из которых по 100 человек, и 18 парадных расчетов военной техники, в том числе периода Великой Отечественной войны. После прохождения механизированной колонны в небе над столицей пролетят военные и гражданские самолеты, а также вертолеты. Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона. Плац с парадом роты потетного караула и выступлением сводного оркестра. Товарищ президент Республики Беларусь, войска Минского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал-полковник Мальцев. Вывод! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТОВАРИШИ СОЛДАТЫ Здравствуйте, сержанты, прапорщики, офицеры и генералы, дорогие ветераны Великой Отечественной, уважаемые соотечественники и гости нашей Родины. Сегодня вместе с братскими народами Беларусь отмечает историческую дату 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Немеркнувшим символом торжества справедливости светлый праздник пришел в каждый дом, в каждую семью. За избавление от коричневой чумы наша страна заплатила миллионами жизней своих сынов и дочерей. Но ни смерть, ни огромные страдания не смогли сломить людей. Лишить их право жить свободно, без рабского ярма. Величие, силы духа и патриотизма белорусского народа, выстрадавшего победу, не способны затмить годы. Все мы в неоплатном долгу перед теми, чьи жертвы и подвиг дали человечеству будущее. Белорусы никогда не разделяли победу между народами и государствами. Она неделима. Каждый участник антигитлеровской коалиции внес весомый вклад в приближение долгожданного дня. Но решающая роль Советского Союза в разгроме фашизма неоспорима. Мы всегда будем помнить, как на защиту страны встал весь советский народ. Здесь, на этой священной земле, Красная Армия ломала хребет фашистскому зверю. Воины, представители всех национальностей Великой Державы доказали силу единства. Такого самопожертвования во имя Родины еще не знала история человечества. Только Брестскую крепость героически обороняли солдаты и офицеры более 30 национальностей. У всех была одна цель – остановить врага. Уважаемые ветераны Великой Отечественной, вы совершили невозможное. Ценой неимоверных усилий исполнили свой долг, разгромили агрессора. Мы преклоняемся перед вашим беспримерным мужеством. Сегодня многие ветераны живут в зарубежье. Но белорусская земля всегда и по праву будет вам родной. Я обращаюсь к тем, кто потерял на полях сражений в Беларуси родных и близких. Мы никогда не допустим, чтобы память о героях была забыта. Каждый год в ходе поисковых работ восстанавливаем имена павших, открываем новые страницы героической летописи. Дорогие участники движения сопротивления, партизаны и подпольщики, ваш вклад в общее дело победы неоценим. Партизанская республика – такое гордое имя получила Беларусь в годы войны. Против оккупантов с оружием в руках поднялись и стар, и млад. Здесь, в Беларуси, гитлеровцы встретили небывалое, поистине всенародное сопротивление. Вы всегда думали только о победе и приближали ее. Низкий поклон вам, труженики тыла. Вы в трудную минуту заменили в цехах и на колхозных полях ушедших на фронт мужей и отцов. Своим самоотверженным трудом обеспечили армию всем необходимым. Вы отдали все во имя будущего. Слова особой благодарности служителям церкви. Вы благословили людей на подвиг, помогли сборам пожертвований, лично совершали героические поступки во имя веры и Родины. Вы, свыше пяти тысяч священников, отмечены государственными наградами за ратную доблесть. Вы помогали народу сохранять веру в победу справедливости. Сегодня мы склоняем головы перед миллионами граждан всех стран, угнанных в фашистское рабство, замученных в канцлагерах и гетто. Вас не сломили ужасы фашистских застенков. Вы не сомневались в наступлении этого великого дня. Память и правду о Великой Отечественной наши сердца будут хранить вечно. Мы не имеем права забывать уроки истории, которые кое-кто пытается уже и сейчас перекроить под себя. В ход пускаются откровенные домыслы и ложь. Великая Отечественная научила нас беречь хрупкий мир, бороться за него, противостоять тем, кто несет ему угрозу. Мы видим, что сегодня ситуация на планете не стала спокойнее. Люди продолжают гибнуть от беспрецедентных пожесткостей терактов, от кровавых международных конфликтов, порождаемых геополитическими играми претендентов на глобальное лидерство. Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание укреплению обороноспособности страны. Наши вооруженные силы являются надежным гарантом целостности и безопасности Беларуси. Белорусская армия – реальная сила, способная защитить мирный труд своих граждан. Мы делаем все возможное, чтобы вооруженные силы страны оставались мобильными и подготовленными к отражению любой агрессии. Каждый человек, живущий на этой земле, может быть уверен – здесь будет обеспечен мир. Наш народ, выстрадавший в нашу победу, победивший в Великой Отечественной войне, никогда и никому угрожать не будет, но он всегда отстоит свою свободу и независимость. День Победы не просто объединяет нас, он всегда напоминает, что мы – дети единого Отечества. Высшая ценность Беларуси – люди. И как бы ни старались недоброжелатели и дешевые популисты упрекать власть, социальная направленность внутренней политики останется главным нашим приоритетом. Мы – граждане свободной независимой Беларуси, наследники подвигов и бессмертной славы своих отцов и дедов. Мы свято чтим, оберегаем и приумножаем традиции старших поколений. Уважаемые участники парада, вам оказано высокое доверие и честь представить перед народом и страной как военную организацию, так и производственный, научный, культурный комплекс нашего государства. Будьте же достойны великого подвига старших поколений и знайте, что ваша энергия, ум и благородное чувство патриотизма нужны для построения сильной и процветающей страны, надежной защиты нашего родного дома. Дорогие соотечественники, святой день победы! Желаю вам счастья, мира, согласия и благополучия! С праздником вас! С Днем Победы! Ура, товарищи! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок На площади символическое знамя победы Дима Торзок Солдаты и офицеры сороковых С честью и достоинством Дима Торзок Дима Торзок Академия была создана 17 мая 95-го года и за 10 лет и за 10 лет Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок След за офицерами торжественным маршем проходят взводные роты курсантов, факультетов связи и автоматизированных систем управления, а также противовоздушной обороны. С марта 2003 года на базе командно-штабного факультета военной академии открыты высшие академические курсы, которые дают возможность офицерам повысить уровень своих знаний по вопросам обеспечения военной безопасности государства. В академии создана оптимальная, непрерывная, многоуровневая система подготовки офицерских кадров, интегрированная с государственным образованием. Военная академия перешла на новую систему подготовки офицеров тактического звена. В ее рамках проводится военная подготовка курсантов первого курса по программам младших специалистов на базе учебных центров и воинских частей вооруженных сил. На площади парадный расчет 120-й отдельной гвардейской области. Краснознаменной Рогачевской, Орденов Суворова и Кутузова, механизированные бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР. На площади представителей войск связи 86-я Волковыская, Краснознаменная, Ордена Александра Невского, бригада связи. В парадном строю шагают представители железнодорожных войск. Они наследники боевой славы и военных железнодорожников. Их деды сражались при обороне Минска и Гомеля, Орши и Смоленска, Киева и Ленинграда. На площади курсанты факультета пограничных войск Военной Академии Республики Беларусь. Они продолжатели славных традиций воинов белорусского пограничного округа, Которые ранним утром 22 июня 41-го первыми геройски приняли на себя удар подписки в полчищу. На площадь выходят парадные расчеты внутренних войск Министерства внутренних дел страны. Впереди курсанты факультета внутренних войск Военной Академии Беларуси. Факультет переведен на пятилетний срок обучения с присвоением выпускникам квалификации, специалист по управлению подразделениями внутренних войск, юрист. За курсантами, четко печатая шаг, идут воины 3-й отдельной краснознаменной бригады оперативного назначения внутренних войск. Перед нами парадный расчет Министерства по чрезвычайным ситуациям. Курсанты командно-инженерного института МЧФ Беларуси. Перед праздничными трибунами элита и гордость вооруженных сил, преемники славных боевых традиций воздушно-десантных войск, воины-гвардейцы 38-й и 103-й отдельных мобильных бригад. В современных войнах к этим соединениям по-прежнему отводится исключительно важная роль. Дерзость, внезапность, маневренность, умение быстро принимать верные решения, эффективно использовать возможности вооружения и техники, таковы слагаемые успешных действий мобильных бригад. В парадном строю воины 5-й отдельной бригады специального назначения. Соединение всегда отличал высокий профессионализм. О службе в бригаде мечтали и продолжают мечтать многие белорусские мальчишки. У солдат и офицеров 5-й бригады есть опыт участия в боевых действиях в Афганистане. Не раз отличался спецназ, и в ходе комплексных оперативных и оперативно-тактических учений проявив смекалку, находчивость и военное мастерство. Белорусский народ вправе гордиться своими вооруженными силами. У нас есть крепкая армия, стоящая на защите мира и спокойствия. Армия, которая достойно продолжает славные традиции поколения солдат Победы. Для нынешних защитников Отечества верным ориентиром в жизни является опыт поколения победителей. Героев Великой Отечественной войны. Пример мужества, храбрости, идейной стойкости. Военный парад продолжит прохождение механизированной колонны. Эта техника заслужила почет и уважение участников Великой Отечественной войны. Ведь именно с ее помощью отважные красноармейцы громили фашистов. Сейчас первыми в парадной механизированной колонне пройдут расчеты 11 единиц техники времен Великой Отечественной войны. Вы увидите автомобиль ГАЗ-67, легендарный танк Т-34, самоходную установку СУ-100Б, тяжелый танк ИС-3, автомобили ГАЗ-АА, ЗИС-5 с ушками ЗИС-3 и знаменитыми сорокопятками. Возглавляет колонну легковой автомобиль ГАЗ-67. Машина применялась как штабная. Использовалась также для выполнения разведывательных задач. Трибунам подъезжает танк Т-34, самоходная установка СУ-100 и танк ИС-3. Легендарная Т-34 была признана лучшим танком своего класса во Второй мировой войне. Символично, что именно на Т-34 с надписью «Червоный» экипаж Героя Советского Союза, младшего лейтенанта Проликова, первым ворвался в Минск 3 июля 1944. Автомобиль буксирует легендарную 45-миллиметровую противотанковую пушку. Ровесник предыдущего автомобиля ЗИС-5. Фронтовики говорят, что двигатель этого авто запускался в любую погоду и работал на любом сорте бензина. Буксируемая автомобиль МС-76-миллиметровая пушка ЗИС-3 отличалась простотой конструкции, неприхотливостью обслуживания и высокой надежностью. Мотоциклы, которые сейчас вы видите, использовались для выполнения разведывательных задач и осуществления фитхегерка почтовой связи. История учит. Порох нужно держать сухим. Мы никому не угрожаем и ни с кем не собираемся воевать. Однако всегда должны быть готовы и достаточно сильны, чтобы отстоять суверенитет и целостность нашего государства. Как неоднократно подчеркивал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, народ Беларуси может спокойно отдыхать и работать, поскольку в Республике есть люди, которые обеспечивают безопасность страны. Руководство государства будет и впредь поддерживать на высоком уровне боеготовность вооруженных сил, заботиться об их оснащенности и повышении профессионализма. Подводя некоторые итоги недавней проверки боевой готовности отдельных соединений и воинских частей беларусской армии и обращаясь с посланием к беларускому народу и национальному собранию, глава государства отметил, что наши вооруженные силы способны защитить народ и отстоять независимость Беларуси. Сегодня, когда в мире по-двежнему неспокойно, когда явно побивает угрозы терроризма, попыток грубого вмешательства во внутренние дела собереденных стран, необходимо укреплять национальную безопасность, налаживать международное сотрудничество, проводить многовекторную веролюбивую политику. И это будет лучшим памятником, великому подвигу наших отцов и дедов. К трибуне подходят парадные расчеты современной техники беларусских вооруженных сил на площади танки Т-72Б. Имеют мощные ракетно-пушечные вооружения, позволяющие эффективно бороться с любыми бронеобъектами. На боевой машине установлен комплекс управляемого вооружения, систему навесной динамической защиты, современные оптические и оптико-электронные средства отечественного производства. Парадные шествия продолжают расчеты в БМК-2, в мотострелковых подразделениях беларусской армии. Эта боевая машина пехоты в настоящее время является основной. Установленная на ней 30-мм стабилизированная в двух плоскостях автоматическая пушка может вести эффективный огонь как по наземным, так и по воздушным целям. На марше боевая машина десанта БМД-1. Корпус из алюминиевого сплава позволил уменьшить массу машин, что дает возможность десантировать ее парашютным способом. Машина вооружена комплексом ТУР, дваскоствольным орудием и тремя пулеметами. Конструктивная особенность БМД-1 позволяет изменять высоту машины и эффективно использовать складки местности для маскировки и собственной защиты. Боевые машины десанта сменяют парадный расчет бронетранспортеров ВТР-80. Вооружен башенной спаренной пулеметной установкой. Запас хода по шоссе 600 километров. Способен перевозить до 10 человек. Максимальная скорость 80. На плаву 10 километров в час. Оснащен защитой от воздействия проникающей радиации и отравляющих веществ. Подовая часть оборудована централизованной системой регулирования давления в шинах. Это значит, что можно двигаться по бездорожью и даже тогда, когда пули и осколки попадают в колеса. Одним из современных эффективных средств ПВО сухопутных войск является зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». Две двуспольные автоматические пушки имеют скорострельность порядка 5 тысяч выстрелов в минуту. Ракетное вооружение — 8 зенитных управляемых ракет. Вооружение и радиоалекционное оборудование комплекса позволяют эффективно поражать воздушные цели днем и ночью. Верно говорят, мал золотник да дорог. Это можно сказать и о зенитно-ракетном комплексе «ОСА». Она способна больно жалить самолеты армейской и тактической авиации, вертолеты и крылатые ракеты, летящие со скоростью до 1800 км в час на малых, предельно малых и средних высотах. С большой эффективностью боевая машина может отражать налеты средств воздушного нападения, ввести разведку в движение и обстрел целей с короткой остановки. На марше зенитный ракетный комплекс «БУП». Способен сбивать воздушные объекты, летящие со скоростью до 800 метров в секунду на дальности от 3,5 до 30 км. Создание белорусским научно-производственным объединением «АГАД» — автоматизированной системой управления нового поколения, позволило эффективно применять «БУП» для борьбы с крылатыми ракетами. Вы видите противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С». Состоит из ракеты, пусковой установки и аппаратуры наведения. Способен поражать любые бронированные цели на дальности до 5 км. Модульное исполнение комплекса позволяет размещать его на любых типах боевой техники. Перед нами 152-мм гаубица «Акация». Это грозное боевое оружие, способное вести огонь как в закрытых огневых позициях, так и прямой наводкой. Гаубица может использовать для стрельбы различные типы снарядов. В том числе и высокоточные боеприпасы. Мощным оружием является самоходная 152-мм пушка «Гиацинт». Как говорят артиллеристы, установка способна положить каждый снаряд точно в цель на расстоянии до 30 км. Орудие может вести огонь как в закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Перед трибунами фуксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б». Орудие снабжено полуавтоматическим запором, прицельным устройством для стрельбы с закрытых позиций и прямой наводкой. Имеет максимальную дальность стрельбы до 28 км. Обладает высокой скорострельностью 8 выстрелов в минуту. Масса орудия 7 тонн. Аналогом данного орудия, но уже в самоходном варианте, является 152-мм гаубица «Мста-С». Предназначено для уничтожения танков и других бронированных средств, разрушения полевых маркетционных или иных оборонительных сооружений, подавления огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны. А сейчас перед вами преемник прославленной в годы войны Катюши. Система реактивного залпового огня «Град». С 2002 года в наших вооруженных силах венетановооружение модернизированная система. Белорусский «Град» на шасси отечественного производства. Максимальная дальность стрелбы ракетами 21 км. Реактивная система залпового огня «Ураган». Комплекс предназначен для поражения пунктов управления войсками и оружием, элементов группировки войск ПВО, вертолетов на посадочных площадках, резервов в районах сосредоточения и на маршрутах выдвижения. Может осуществлять дистанционное минирование местности. «Ураган» имеет 16 направляющих калибра 220 мм. Максимальная дальность стрельбы 35 км. В строю реактивная система залпового огня «Смерч». Система обладает исключительной огневой мощью. Из походного в боевое положение переводится в течение трех минут. Имеет систему автономной коррекции полета, которая позволяет намного повысить точность попаданий снарядов. На площади ракетный комплекс «Точка». Уже из названия ясно, что стреляет комплекс исключительно метко. Это высокоточное оружие. Круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 10 метров. Ракета способна уничтожать цели на дальности до 120 км. Гордость белорусской системы ПВО — зенитный ракетный комплекс «С-300». Комплекс его модификаций способен вести борьбу с любыми воздушными целями. От крылатых ракет до головных частей баллистических ракет может вбивать цели, летящие со скоростью более 2 км в секунду, что неоднократно подтверждали наши зенитчики на полигоне «Ашулук». Запуск ракеты производится вертикально при помощи катакульпы. И после запуска двигателя она направляется газодинамическими рулями в нужном направлении. Денисно-ракетный комплекс завершает прохождение механизированной колонны. Продолжают парад авиаторы демонстрации своего мастерства. Открывает демонстрацию воздушной техники вертолеты Ми-8. В небе легкие самолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям Ил-103. Крылатые спасатели успешно решают задачи по доставке спасательной техники к местам чрезвычайных ситуаций, поиску без вести пропавших граждан, борьбе с огнем в лесах и на торфяниках. Крылатые спасатели Денисно спортивных самолетов Я-52 подглавляемые начальником Могилевского аэроклуба мастером спорта Касимом Иваном Ивановичем. Его общий налет составляет более 3,5 тысяч часов. Все летчики звена являются мастерами спорта. В Могилевском аэроклубе не только готовят юношей к службе в армии. Здесь же проходят летную подготовку курсанты авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. В воздухе четверка вертолетов Ми-8. Этот трудяга в особом почете у тех, кто бывал в Афганистане, Чернобыле, в различных горячих точках. Неприхотливая машина в руках опытных пилотов способна долететь в самые труднодоступные места. Вертолет Ми-8 выпускался в различных модификациях. Имеет силовую установку, которая позволяет развивать максимальную скорость на высоте тысячи метров 260 километров в час. В воздухе звено вертолетов огневой поддержки Ми-24. Этот винтокрылый штурмовик был испытан в ходе более 30 невооруженных конфликтов и локальных войн, заслужив славу надежного воздушного бойца, эффективного помощника наземным силам. Экипажи Ми-24 способны решать самые разнообразные задачи. Уничтожать танки, штурмовать огневые позиции и опорные пункты. В небе на Кинском полетят модернизированные на предприятиях оборонного сектора экономики Беларуси самолеты МиГ-29БМ и Су-27УБМ. Это гордость нашего оборонного сектора экономики. В марте нынешнего года тремя белорусскими пилотами ВВС и войск ПВЛО на модернизированных в Беларуси самолетах МиГ-29БМ были установлены 15 новых мировых авиационных рекордов. Прежние рекорды, принадлежавшие летчикам Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, перекрыты в 2-3 раза. Винтокрылые машины сменяют фронтовые бомбардировщики Су-24М. Это модифицированный вариант знаменитого Су-24, оснащенный более современным электронным навигационным оборудованием и комплексом вооружения. способен осуществлять дозаправку в воздухе, что существенно расширяет боевые возможности бомбардировщика. А сейчас вы увидите самолеты-штурмовики Су-25. Получивший имя Грач, он обладает высокой маневренностью, имеет надежную броневую защиту. Живучесть обеспечивают взрыво-безопасные топливные баки, дублирование и надежная защищенность всех систем. КОНЕЦ Появляются истребители МиГ-29БМ, те самые, которые установили рекорды. Эти достижения свидетельство маневренности и надежности воздушной техники, высокого профессионализма наших летчиков. Главными задачами самолета МиГ-29 являются борьба за превосходство в воздухе, прикрытие войск и объектов народного хозяйства, противодействие воздушной разведке, оказание огневой поддержки сухопутным войскам. Машина эта, как говорят самолетчики, является удобной и простой в эксплуатации. Впервые выполненная на этом летательном аппарате фигура высшего пилотажа «Колокол» не подвластна большинству серийных самолетов Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Хороший обзор из кабины в сочетании с возможностями обновленного радиоколокационного прицельно-аналитационного комплекса позволяет истребителю МиГ-29БМ поражать воздушные цели в любых условиях. Воздушные суда в небе над столицей пилотируют лучшие летчики авиации ВВС и войск ПВО. Среди них воины-интернационалисты, награжденные орденами и медалями, участники предыдущих военных парадов. КОНЕЦ В небе модернизированные в Беларуси. А завершает демонстрацию воздушной техники военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении двух истребителей МиГ-29. Служба в авиации ВВС и войск ПВО требует большого физического напряжения, знаний и духовных сил. Каждый полет — это подлинное испытание воли, мужества и мастерства. Небо покоряется сильным и смелым, и рядом с опытными пилотами набирает силу идущая им на свену талантливая молодежь. Завтрашний день белорусской авиации. Могучая боевая техника, которую народ Беларуси доверил защитникам Отечества, сегодня в надежных руках. Будущее нашей армии — мобильные, боеспособные вооруженные силы, которых служат настоящие профессионалы своего дела. А сейчас вы станете свидетелями необычного и яркого зрелища. Выступает сводная рота почетного караула. С прошлого года по указу президента Республики Беларусь в ее состав вошли не только штатные подразделения почетного караула вооруженных сил, но и внутренних войск Министерства внутренних дел, а также пограничных войск страны. Главное предназначение сводной роты — придание особой торжественности наиболее значимым государственным мероприятиям. В нынешнем плац-концерте принимают участие 148 человек. В юбилею Великой Победы личный состав подготовил новую оригинальную программу. Главное предназначение сводной роты — Выступление сводной роты почетного караула называют строевое шоу или же главная изюминка военного парада. И, пожалуй, с этим можно согласиться. Главное предназначение сводной роты — геопpat MIDI в поиск Главное предназначение сводной роты — Добровольность, личное желание молодого человека служить в роте почетного караула, потому что здесь нельзя допустить даже малейшего сбоя. После тщательного, очень строгого отбора и постепенного отсеивания в роте остались самые крепкие, стойкие и преданные роте почетного караула люди. Все ребята на подбор! Высокие, стройные, молодые и красивые! КОНЕЦ Сегодня, это вы видите сами, все проходит на одном дыхании, синхронно, четко, молодцевато. Чтобы добиться такой слаженности действий при выполнении каждого элемента плацпарада, понадобились месяцы напряженных тренировок по 8 часов в день. Все выверено буквально по секундомеру. КОНЕЦ КОНЕЦ В роте почетного караула есть свои премудрости выполнения строевых приемов. Здесь нужно и руку сгибать в локти, и носок тянуть, и корпус держать как бы не совсем так, как того требует строевой устав. КОНЕЦ А ведь солдаты еще выполняют сложные приемы с тяжелыми карабинами и постоянно перестраиваются в движении под музыку. КОНЕЦ А впрочем, слова здесь не нужны. Вы все видите сами. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сводная рота почетного караула, покорив наши сердца своим мастерством, завершает свое блистательное выступление. В сегодняшний день этот парад пронизаны торжественной музыкой. На площади звучат не только марши, но и мелодии военных песен, и эти произведения создают особую атмосферу праздника. Дирижирует сводным оркестром, начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил, заслуженный артист Республики Беларусь, полковник Владимир Ермолаев. Продолжение следует... 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 кто сражался за свободу и независимость Родины, тем, кто погиб и тем, кто дожил до сегодняшнего дня. Земной поклон вам, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! День Победы объединяет нас всех! Сегодня мы понимаем, как много общего у разных поколений граждан нашей страны и помним, что все мы – дети единого Отечества! Туда, 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 туда! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова